Всем здрасте. Если кто-то когда-то был на моих докладах, обычно это какой-то фан и развлекуха про наш рынок, какие-то байки про то, кто кого и как. Сегодня первый раз в жизни я хочу с вами поговорить на серьезную тему. Она будет немножко странная, но я хочу, чтобы вы услышали меня. Весь доклад 10 минут. Я надеюсь, после моих фраз, моих слов, вы немножко по-другому будете осознавать действительность вокруг себя. Хочу я начать с того, как мы все, как я, пришли в диджитал. Это произошло в среднем 7-10, ну может быть там кто постарше, 15 лет назад. Вокруг у нас было по сути поле. И выбор был достаточно простой. Мы могли пойти в какую-нибудь компанию, я не знаю, там бухгалтерскую, логистическую, производственную, без разницы. Но что мы бы от этого получили? Странные процессы, основанные на экселевских таблицах, непонятные унылые лица, непонятный унылый брендинг, непонятное вообще все. И на этом фоне диджитал нам всем казался выходом. Мы все посмотрели, что это огромное поле возможностей. Это, возможно, тот самый голубой океан, а на фоне действительно практически отсутствующей порога по входу в бизнес. Это просто золото. Что нужно для того, чтобы войти в диджитал? Мозги и ноутбук. Все. Больше ничего не нужно. И что же произошло после этих всех выборов? За последние 15 лет мы все, все, кто сидит в этом зале, каждый из вас, мы создали новый рынок. Мы создали новую отрасль, мы создали новые специальности, специализации, профессии. Мы создали целый пласт экономики, можно и так сказать. Мы ушли очень-очень далеко вперед. Наш рынок до сих пор нестабильный. За последние 15-20 лет он хоть как-то сформировался. В нем появились регламенты, процессы. Мы начали немножко бюрократизироваться. Многие компании доросли до сотен человек. И несмотря на все это, очень много пробелов. Очень многие компании просто не знают, что такое регламенты. До сих пор многие компании делают проекты на коленке, и как бы все хорошо. Потому что до сих пор уровень знания о нашем продукте на общих рынках, он очень низкий. Поэтому каждый раз мы продаем заново, и мы не просто продаем, мы консультируем и рассказываем о своем продукте, о том, как создавать новые инструменты. Несмотря на все несовершенства рынка, потому что ни один рынок никогда не будет достаточно хорош для нас, наша отрасль вбирает в себя самых талантливых людей. Людей, которые способны очень быстро адаптироваться к изменяющейся вокруг них среде. Потому что если посмотреть, за последние 10-15 лет мы, в отличие от всего рынка, пережили, наверное, 5 технических революций, если не больше. Каждые полгода выходит какая-то новая фиговина, под которую нам приходится подстраиваться. Новое разрешение экрана, новый iPhone, новая система верстки, новое еще что-нибудь. И каждый раз мы перестраиваем бизнес, закаляясь и понимая, что мы можем сделать продукты еще лучше. В какой-то момент каждый из нас задает себе вопрос. Ну вот мы все такие классные, все такие умные, у каждого по 2, по 2, по 3, по 4 вышки MBA и все такое. Что дальше? У нашего рынка, у рынка разработки есть вполне ощутимый потолок. Это потолок в 200-250 миллионов в год. На разработки сайтов, интернет-магазинов, каких-то корпоративных историй. Дальше нужен действительно качественный скачок в системные интеграторы. Это большие истории. Если мы посмотрим просто средний контракт большого нормального системного интегратора, айтека, это 756 миллионов рублей на годовую поддержку МВД России. Ни одно агентство на нашем рынке не способно переварить такой контракт, выиграть его и хоть как-то с ним нормально работать. Даже мною глубоко уважаемая компания Qsoft не способна прыгнуть в интеграторы по разным причинам. И в какой-то момент, так же как и рынок разработки, агентские истории тоже понимают, что есть определенный потолок роста. Он чуть выше, потому что медийка, низкая маржинальность, бла-бла-бла, это где-то около миллиарда рублей годовой оборотки. После чего непонятно, что делать. Нужно сильно расширять свою экспертизу на телек, на газеты, на метро, на все что угодно. Это просто колоссальные физические затраты. И мы начинаем думать, черт возьми, у меня столько экспертизы. Мы, каждый из нас за последние годы, за нашу жизнь в этой отрасли, мы поработали с множеством рынков. Практически от патрона до дюрекса с любым. И собрали с этого рынка огромное количество знаний, привнесли другим рынкам знания. В какой-то момент ты задаешься вопросом, есть ли компания, которая способна заплатить тебе 2,5 миллиона за корпоративный сайт, делает это, и ты понимаешь, что ты можешь сделать эту компанию лучше, то почему бы тебе не сделать ее? И к этому приходят многие люди. Они борются со своей какой-то болью. Я много общаюсь с рынком, и 90% старичков, так скажем, у них у всех есть свои бизнесы. Отдельные оффлайновые проекты. Это либо боль, либо большое желание привнести свои знания обратно в классический рынок, обратно в классическую экономику. Потому что мы, находясь у себя в рынке, мы сформировали настолько много знаний, мы настолько далеко прыгнули от классического сектора с точки зрения маркетинга, что мы просто перестали замечать его. Посмотрите на нас. Мы относимся к реальному сектору, который к нам приходит за услугами, как к каким-то, я не знаю, пещерным людям. Они приходят к нам заказывать сайты, а мы им на пальцах объясняем, что такое IT, что такое разработка. И вот эта разница не позволяет нам обратить внимание на то, что мы по сравнению с классическим бизнесом маленькие, жалкие дети. Посмотрите, любая компания, хоть сколько-нибудь вменяемая в реальном секторе, есть, кто-нибудь знает Ульяновский завод цепей? Никто не знает Ульяновский завод цепей. На нем работает 150 человек, площадь предприятия 10 тысяч квадратных метров и его годовая оборотка 200 миллионов. Это маленькая компания. Она делает цепи. Цепи. Это для B2B, соответственно, для нефтянки. Возьми Ernst & Young. Это другая, тоже это услуги. Соответственно, если мы посмотрим… Я к чему, собственно, это веду? Если мы посмотрим немножко обратно, вот в качестве примеров, да, там, ну, Саша Щербина. У Саши Щербина 9 компаний. Последнее, то, что он сделал, это действительно классно, это производство конфет из сухофруктов. Они реально бомбанули, сейчас кофешоп компани у них покупают. У них забирают в World Class продукцию очень много. Это классный продукт. Ольга Куликова. Энергетические мармеладки, наверное, все знают. Женя Фонталин, вот он сейчас дреды себя отпустил. У него 10 параллельных компаний. Он, если что, еще параллельно является вице-президентом Российской Федерации Айкидо. Если посмотреть дальше, Дима Иваночек, Джокси, Миша Гейшерих, Миша Таковин, помимо Ама-ЦРМ у него есть еще и детские садики, если что. Толя Емельяненко, у него 5 бизнесов. Я хочу обратить ваше внимание на то, что наши таланты, наши знания сейчас мы пытаемся применить к тому, чтобы найти какие-то новые рынки, чтобы сделать какие-то новые проекты, новые интернет-магазины, агрегаторы именно с точки зрения IT-сервисов. Но, на мой взгляд, нам необходимо искать партнерство немножко в другом формате. Если каждый из нас в какой-то момент обернется назад, именно на то, что происходит, сейчас, наверное, будет немножко пафосно сказано, но на то, что происходит в стране, каждый из нас увидит тот голубой океан, который он искал. Потому что мы со своими знаниями немножко, не то что немножко, мы сильно ушли дальше. И мы со своими знаниями можем создать новые, действительно качественные проекты и продукты. Я искренне верю, что партнерство, завязанное на абсолютно разных людях, людях из абсолютно разных отраслей, могут создавать уникальные продукты, способные разорвать этот рынок. Полгода назад мы создали такой продукт. Пока его особо не пиарим, мы тестируем. Мы создали производство паркета и продажу его. Мы сделали интернет-магазин. Из-за того, что это было содружеством агентства, люди из нашей отрасли и ребят, которые занимались производством и продажей, на третий месяц мы сделали 3 миллиона рублей оборотки и 18 миллионов у нас было в заявках. Сейчас мы его закрыли на редизайн, на аналитику. В феврале мы стартуем заново, а 1 апреля мы открываем самый крупный шоу-рум в Европе паркета. Такие проекты, такие партнерства способны делать реально сильные вещи. Я очень хочу, чтобы мы немножко отпустили свой пафос, свои вот эти знания и понтушечки, которые на самом деле немножко мелкие, и обратили внимание на реальный сектор экономики. Потому что я искренне считаю, что если каждый из нас начнет делать продукты для нас, для себя, то в какой-то момент тот человек, который был мной 10 лет назад, он сделает, может быть, выбор не совсем тот. Он, может быть, пойдет не войти, а сделает продукт для рынка, которым мы с вами будем пользоваться. И черт возьми, я действительно верю, что каждый из нас может сделать нашу страну немножечко лучше. Делайте качественные проекты, делайте деньги, делайте мир лучше.